Итак, как вы видите, тему как раз-таки я изобразила на экране. Уже был вчера у вас тренинг по экологии. Удивить вообще нас мало чем можно, нам все очень хорошо и толково объясняли. И у меня такое вообще в процессе изучения этой темы возник вопрос. Классно, разделять мусор, все ли можно разделять? Все ли поддается переработке? И я решила немножечко в это погрузиться. И предлагаю вам сейчас не на стикерах, а можно в своих блокнотиках, на своих листиках написать такое маленькое не эссе, а перечень, который называется «Пластик моего утра». Вспомните себя, начиная с момента, как вы проснулись, и до момента, который есть у вас сейчас. Сколько контактов с пластиком было у вас не на стикере, где-нибудь в своем листике? Ну, хотите, можете писать на стикере. Напишите все те пластиковые вещи, которые не видели, а с которыми вы контактировали. То есть если вы, конечно, видели вон там часы в пластиковой штуке, не надо их писать. А те, с которыми вам приходилось сегодня утром контактировать. То есть все, что вы вспомните в своей жизни из сегодняшнего пластикового утра. Да, Света, присоединяемся. Задание вспомнить свое пластиковое утро, и все, чем с момента, когда вы проснулись, вам удалось поконтактировать с пластиковыми предметами, запишите, пожалуйста, на стикерах. Так, даю 30 секунд еще на то, чтобы вспомнили. Вот вообще, в принципе, все, до чего дотрагивались, чем общались, взаимодействовали из пластиковых предметов. Так, Марина, тоже подключаемся, вспоминаем свое пластиковое утро, и с чем за сегодняшнее утро контактировали из пластиковых предметов. Ну, а сейчас подсчитайте, пожалуйста, сколько у вас получилось таких позиций. Кто может озвучить, сколько позиций получилось? 12. Так. 13. У меня 6. 7. 3. 5. 6. 14. 14. 12. 12. У меня получилось 8, но если косметику считать как одно целое. Одно целое. Так, да, спасибо большое. Я попрошу вас по тому принципу, как у вас получилось, разделиться на две группы. Те, у кого меньше 10, займите, пожалуйста, вот эту вот позицию. А те, у кого больше 10, пожалуйста, можно, если не хватает стульчиков со стульчиками, Марина, уже выбирай то место, которое тебе удобно. Итак, у нас получилось две такие группы, в которых чуть больше взаимодействовали, чуть меньше. Но я не могу сказать, что это просто глобально и колоссально. Видите, одна группа получилась побольше размера. А, практически одинаковая, да? Вот, отлично. Итак, мы контактируем с пластиком, когда этого замечаем и когда это не замечаем. И у вас вот перечислены на ваших листочках позиции, с которыми вы контактировали. Попробуйте отметить галочкой, как вы считаете, какие из этих позиций поддаются переработке. Рядом с вашими пунктиками. Марина, ты можешь прямо сейчас писать, с чем контактировала сегодня утром из пластика. Поддаются переработке, то есть можно перерабатывать. Официально, то есть те, которые перерабатываются в нашей стране или в странах соседях. Ну да, да. Так, так, еще 10 секунд. Поднимите, пожалуйста, руку, кто уверен в своей позиции, кто точно знает, что вот он отметил все верно. Так, три человека. Кто сомневается, а кто вообще не уверен. Так, спасибо. То есть вот у нас есть такие больше эксперты в теме экологии. Есть люди, которые знают что-то, но еще хотелось бы добавить к этому. И есть те, которые, как я и сама относилась к таким людям, которые ориентируются в теме очень сложно. Поэтому стройся, равняйся на первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой рассчитайся. Спасибо, можете сидеть. Это я не вам, это я им. И они, кстати, уже поставились. Они уже стоят в правильном расположении. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Вот тут вот маленький, шестой и седьмой. Они рассчитались по номерам, потому что существуют, соответственно, маркировки от одного до семи видов пластика. И я сегодня для вас оставила такой краткий план разобраться все-таки с этими видами маркировками пластика, определить, какие у них особенности и что нам с этими особенностями делать, выбраться из квест-комнаты и составить приговор пластика, определить его судьбу. Это мой план к вашему сегодняшнему дню. А вам я предлагаю на стикерах, если кому-то нужны дополнительные, на стикерах отметить свою личную цель. Вот кто-то из вас, например, с позиции эксперта действует. То есть из того, что я вам предлагаю по плану, ну, из того, что я предлагаю по плану, отметьте, пожалуйста, на стикере свою личную цель, что бы вы хотели есть. Пусть будет. Запишите на стикере, и в зависимости от своей уверенности в теме, такое условное деление листа, вверх это, ну, я хорошо разбираюсь, но мне было бы там интересно что-то вот это. Среднее — это я неплохо разбираюсь в свою цель, и низкое — это мне вот важно вообще разобраться. Цель у вас своя личная, но разместите свой стикер в зависимости от шкалы, от нуля внизу, да, разбора до десяточки вверху нашим. Так. Пока вы вешаете, какой пластик лучше не покупать, составить приговор, пластику определить судьбу. Так. Так. Вторая жизнь — разобраться с видами. Так. Информация — разобраться в пластике, разобраться с видами, что-то знаю, что-то не знаю, хочу еще узнать, закрепить, обобщить, все знания систематизировать. Спасибо. Мне импонируют ваши цели. Так, Татьяна, еще. Так. Очень много пластика. Хорошо это или плохо. Итак, я очень надеюсь, что что-то смогу вам сегодня раскрыть, но у меня ограниченное время, поэтому, соответственно, наверное, мы выберем маршрут, а уже куда дальше двигаться, и как с этим быть, мы сможем решить самостоятельно. Ну и поскольку я сказала по порядку номеров, рассчитаясь, вот он первый номер. Номер один. Все вы знаете, что маркируется пластик обычно где-то на донышках и маркируется треугольниками с цифрами. Это полиэтиленрифталат, такое очень интересное длинное слово и название. На самом деле сюда не только такие бутылки относятся, но это в основном тонкий пластик, который хорошо гнется. Сюда могут входить и бутылки от шампуня. И вот я даже смотрела, тара от антисептика пластиковая тоже входит вот в эту вот группу. Как вы считаете, поддается ли эта тара переработке? Кто считает, что да, поднимите руку вверх, кто считает, что нет? Так, единогласно. И действительно, я с вами согласна. Посмотрите, пожалуйста, вот этот вот зеленый кружочек. Они сегодня будут нашими подсказчиками-светофорами. Эту тару можно перерабатывать. И есть еще один момент. Снизу стоит цифра 1. Как вы считаете, что обозначает эта цифра 1? Есть варианты? Используется один раз. Так, еще есть варианты? Нету. Согласна. Действительно, посмотрите, у меня легко откручивается крышка. Я уже нарушила эту штуку. Я использовала бутылку повторно, а этого делать категорически нельзя. Кто из вас знает, что еще нельзя категорически делать с такой тарой? Так, нельзя ставить на солнце. Этот пластик пропускает ультрафиолет, и, соответственно, ультрафиолетом разрушается, и попадают в напитки, которые мы пьем, вредные вещества. Если постояла бутылочка на солнце, можно сказать, что лучше из нее больше не пить. Я была шокирована этим сведением, потому что в ларьках большинство напитков стоит на солнце. И получается, что мы автоматически покупаем что-то, что уже с добавлением химического вещества. И второй момент. Я же такая экономная, у нас в Логойске хорошая вода. И зачем покупать много воды каждый раз? И с точки зрения экономии, ну вот, ребенок, ты купил, ты же один раз попил, налей сюда второй раз водички. И когда я погрузилась в эту тему, я понимаю, что при повторном использовании эти связи химические начинают разрушаться, я, получается, автоматически своему ребенку предлагаю яд. Да, я уже куда-то спрятала микрофон, да? Хорошо. Да, действительно, и нагревание в микроволновке. То есть вот эта вот тара зелененькая, безопасная, ее можно перерабатывать. Но важно не забывать о том, что использовали один раз. Второй номер. С такой тарой все встречались. Второй номер еще легко определить. Смотрите, есть вот такая вот полоска жесткости. Плотный пластик. Ее сложно гнуть. И таких тар тоже мы встречаем и от шампуня, а еще от чего? Да, все чистящие кондиционеры. Абсолютно верно. То есть это пластик у нас, полиэтилен высокой плотности. Различные химические добавки. Раз он высокой плотности, соответственно, он довольно безопасен. Это химические вещества через него не выветриваются. И, судя по значку, поддается ли он переработке? Поддается переработке, замечательно поддается. Но какая особенность, когда мы кладем в переработку вот такую тару? И вообще любую тару. Так. Есть надписи. То есть, правильно, это краска. И наклейки, например. Это совершенно другой тип. Да, абсолютно. И еще есть один момент, о котором говорят утилизаторы, что тара должна быть чистой. Тут на стенках остается порошок. И, соответственно, мы немножечко нарушаем. В основном это такие плотные, затемненного цвета. Она очень хорошо перерабатывается. И из нее делают, из переработанного этого пластика, очень много различных предметов, которые нас окружают. То есть эту тару перерабатывать классно, легко и просто. Следующий пунктик. Полиэтилен низкой плотности. Низкой плотности, то есть на нем нет никакой маркировки, но мы его потянули, и он легко рвется. Вот легко определить этот полиэтилен именно по контакту непосредственному с ним. Но он не просто рвется, как, например, есть пакеты от сухариков или из чего, они рвутся. А этот сначала тянется, растягивается, а потом рвется. Это два разных типа полиэтилена. И, судя по значку, он тоже поддается переработке. Единственное, что опять пакеты должны быть чистыми, которые мы сдаем на переработку. Номер пять. Полипропилен. Пластиковая посуда. И посмотрите, какой тут уже значок. Желтый. Как вы считаете, почему? Частично. Частично. А почему частично? Ту же самую пластиковую посуду не принимают в утилизацию, вот эту вторичную переработку, потому что практически всегда на ней есть либо остатки пищи, либо остатки жидкости. Ее невозможно идеально отмыть. Пластик от жира отмывается весьма и весьма сложно. Поэтому пластиковую посуду как раз-таки в переработку практически не принимают. Есть некоторые виды из этой группы, четвертой группы пластика, которые принимают. И по безопасности, какие у вас есть предположения, то есть мы с ним контактируем. Он опасен, по-моему, если я не ошибаюсь, при нагревании, когда спирт содержится в веществе, то выделяются формальдегиды, по-моему. Да, абсолютно верно. Здесь нагревание как бы не особо рекомендуется. Да, и горячие напитки не рекомендуется. А еще очень интересное у меня было такое открытие, что крышка от кофе, которая вот в стаканчике кофейное, оказывается запрещен контакт с горячим, а она закрывает горячий кофе. Поэтому рекомендуется, если вы покупаете в картонных стаканчиках кофе, снимать крышку, когда вы его пьете. Потому что при контакте с горячим оно выделяет химические вещества, опасные для нашей жизни. У меня, например, из пятого пластика вот такой контейнер. Вот такой контейнер можно сдать и переработать, а пластиковую посуду, соответственно, не очень. Поэтому и желтый кружок, который я выбрала. Полистирол или пенопласт мы встречаем тоже часто. И вот тут вот значки тоже говорят о себе, все ли перерабатывается. Не все перерабатывается. И у нас в Беларуси особо его в переработку не принимают, хотя считают его пригодным для переработки. И здесь тоже термометр у нас. Нагревать эти контейнеры ни в коем случае нельзя. Из этого пенопласта, вы знаете, контейнеры для курицы делают из полиполистирола вот этого. Их много в нашем обиходе, но не надо ставить в микроволновку, разогреть курицу в таком контейнерчике. Поэтому выделяются очень-очень вредные химические вещества. Я для себя очень много открытий сделала, правда, потому что я позволяю себе засунуть в таком контейнерчике еду погреть. Еще больше скажу. Детское питание о йогурте. Тоже обратите внимание, что делают мамочки, когда надо быстро подогреть ребенку. Микроволновочку быстро раз поставили, а это делать нельзя. Да, абсолютно верно. Температура вообще с пластиком с некоторым дружит, с некоторыми видами пластика, но конкретно вот с этим однозначно не дружит. Поэтому опасно для мамочек, опасно для детей. У меня есть еще такой момент с этим полипенополистиролом. Его нельзя перерабатывать, но одновременно с этим из него можно делать прикольные поделки. Использую ацетон. То есть он растворяется ацетоном в какую-нибудь формочку, которая не растворяется из более высокого вида пластика с помощью ацетона. Потом он застывает, получается там снежинка какая-нибудь, машинка, еще чего-нибудь. Я сделала для себя открытие, когда изучала вот эту тему. Пенопласт растворяется ацетоном, а, например, вот этот стакан ацетоном не растворяется. Растворив ацетоном пенопласт в этом стакане, перелив его в какую-нибудь форму, мы получаем какую-нибудь интересную вещь, которая нам пригодится, особенно какой-нибудь счетный материал для детей, наглядность. елочную игрушку. Да, пожалуйста. Я столкнулась с тем, что надо было что-то приклеить, и даем такую все штуку замечательную, суперклей, выручатель. Так вот, от суперклея он тоже начинает расплавляться мгновенно, и если суперклеем попробовать склеить даже вот замки, где-то вот чуть-чуть что-то, он начинает шипеть и начинает расплавляться сразу же. Да, спасибо большое. Кто был внимательным? Скажите, пожалуйста. Да, вот у меня, кстати, из шестого пластика оказывается даже вот это, это тоже пенополистирол, он тоже вспененная бутылочка, вот это шестая маркировка. Кто был внимательным? Что произошло в моей презентации? Абсолютно верно, пропустился номер 3 и, соответственно, номер 7, потому что я их объединила на одном слайде. У них значок красный. Можно ли такие вещи перерабатывать? Нет. Красный значок, значит, этот пластик не поддается переработке. Вы видите, номер 3, поливинилхлорид. Поливинилхлорид, из него делают окна наши, ПВХ мы часто слышим, да, еще из него линолеум, который стелится у нас. Вот у меня, например, обложка для паспорта. Как говорят, искусственная кожа. Искусственная кожа — это поливинил... Не все, конечно, но вот это конкретно поливинилхлорид. То есть это штука, которую мы встречаем очень часто. В ботиночках ходим иногда, поливинилхлоридных. Сумочки носим поливинилхлоридные. Но с ними ничего нельзя сделать в плане переработки промышленной. И поэтому будем думать, что можно сделать еще. И номер 7... Так, номер 7. Другие виды... А, вот это, кстати, у меня был номер 7. Это другие виды пластика, из которых делают детские игрушки. И посмотрите, обратите внимание, красный символ значит яд, химия, а из него делают детские игрушки. И детские бутылочки. Я не могу сказать, что он выделяет яд прямо вот так вот в непосредственном контакте, но при определенных условиях то, что мы вручаем нашим детям, оказывается, может стать губительным. Итак, для чего я по всему этому пробежалась и разделила вас на группы, чтобы вы сейчас немножко поиграли. Поскольку времени у нас немного, и мы хотим спеть два в одном, одной группе даю инструментик. Пошевелить там надо будет, включить. И второй группе даю инструментик. Сейчас, если будет выключаться, улиточка. Да. И вы видите квест-комнату. У вас, Леночка, открыта уже? Открыта квест-комната. Ваша задача, внимание, прежде чем играться, группы должны получить задание, поскольку без задания выполнено, оно будет, ну, вы не сможете из квест-комнаты выбраться. Итак, здесь четыре задачи. Они пронумерованы. Один, два, три и четыре. Где они находятся, неизвестно. Вам нужно их поискать, понажимать на разные вещи, пооткрывать. Внимание, кто готов меня слушать. Ваша задача будет к концу квест-комнаты собрать четыре парольных слова или числа или цифры, записав их, когда нажмете на ручку двери, там будет код, записав без пробелов. Там, например, на первом два, на втором три, на четвертом какое-нибудь слово код, на пятом один, два, три, к примеру. И если вы набрали все правильно, из комнаты вы выберетесь. Если вы набрали неправильно, то, соответственно, из комнаты вы выбраться не сможете. Вам пригодятся те знания, которые вы применяли. Если вы справились с каким-либо из заданий, вы можете группой сделать вот так, какое-нибудь упражнение, договориться о тайном знаке. Каждая группа получит маленькое поощрение за выполнение каждого из заданий. Если у вас есть проблема, вы не можете найти решение, можно меня звать, и я буду включаться в процесс. И еще один момент. Внимание! Еще один момент. Вам нужно будет еще Google, кроме квест-комнаты, чтобы была возможность кое-что загуглить. Там есть еще один код на сейфе. Одна из картинок, которые открываются, будет подсказкой. Не догадаетесь, зовите. Все. Итак, заходим в квест-комнату, пытаемся найти все четыре кода. Берите блокнотик, чтобы вы могли что-то записывать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Здесь просто записывать к себе слова. Да. Так. Вы уже с одним сделали? Команда, вы уже одну сделали и промолчали. Две сделали? Фаж. Записывайте себе куда-нибудь ответы под номерами. Менделеев вам нужен как подсказка. Вернее, то, что находится возле него написано. гуглите. Так. Ищите. Стакан и бумага. И бумага есть. А бумага вам подходит? Не подходит. Суммируйте. Помечайте. Вам нужна только цифра. Так. С этим заданием эта группа справилась. Ага. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...